Все 102 участника самого крупного состязания по кёрлингу, проходящего сейчас в Сочи, допинг не употребляют. Несколько спортсменов полгода назад отказались от одного препарата, получается, еще до того, как он вошел в список запрещенных. Милдранат, показанный для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, принимал и капитан юношеской сборной страны Александр Еремин. Из организма милдранат выводится через месяц, так что начало этого года спортсмены встретили без допинга. В последний раз мы употребляли его в ноябре, и в то время доктор сказал, что он запрещен, и мы перестали употреблять в сборной, ну и вообще все клубы тоже. В сборной очень большие нагрузки, поэтому без какой-то поддержки витаминов, каких-то незапрещенных веществ, тяжело просто для организма и очень вредно при таких нагрузках. Но запрещенные препараты мы не принимаем, и у нас есть доктор для этого. Он отслеживает постоянно антидопингу, те препараты, которые относятся к допингу, и нам их просто не могут выдать даже. В связи со сложившейся в последнее время ситуацией в России вопрос употребления лекарств спортсменами уделяется большое внимание. Президент Федерации керлинга Дмитрий Свящев обратился с просьбой к врачам, команды и тренерам вести учет приема спортсменами всех препаратов, включая витаминные комплексы. Да и получают лекарства и витамины керлингисты только в упаковках. А значит и сами могут почитать состав и проверить, запрещен препарат или нет. Сполком будет в середине мая. Мы приним решение о том, как же будут допускаться спортсмены и команды к участию в соревнованиях. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вводится личная персональная ответственность спортсменов, тренеров, докторов, персонала, а также родственников, которые тоже любят советовать. И это будет письменно подтверждаться. Наша федерация должна заявить, мы к допингу не имеем никакого отношения к запрещенным препаратам. Каждый спортсмен перед соревнованиями будет подписывать документ о том, что он ознакомлен со списком запрещенных препаратов, которые обновляются ежегодно и не принимает их. Кстати, соответствующий документ сейчас дорабатывается и в Госдуме. Помимо штрафов за употребление допинга будет грозить и уголовная ответственность. В ряде стран сроки дают из-за склонения к приему запрещенных препаратов. В Греции, например, за это можно получить до пяти лет лишения свободы. А если это касается несовершеннолетних, то еще больше – до 25 лет. В России такие меры планируют ввести до конца лета.